МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подберут работу по душе. Ярмарки возможностей проходят в регионе. А также сердце Люмьера. В кинотеатре, который уже много лет хранит фильмы и мультфильмы, побывали юные аниматоры из Ново-Ульяновска. Десять лет в России и шесть лет в Ульяновской области. Единая диспетчерская служба 112 отмечает день рождения. О том, как работают сотрудники, отвечающие на звонки, и с каким количеством проблем им приходится сталкиваться, Игорь Кранцев. Конечно же, прием звонков о чрезвычайных ситуациях существовал и до появления в России единого номера 112. Однако колл-центр значительно уменьшил время ожидания помощи для тех, кто попал в беду. Ну а номер выбран по аналогии с зарубежным. Человек, оказавшийся практически в любой стране, знает, куда звонить в случае ЧП. Вызовы обрабатывались едиными дежурно-диспетчерками, службами муниципальных образований. И там, соответственно, время реагирования получалось где-то 10-15 минут минимум. А здесь буквально через минуту-полторы уже экстренные службы выезжают на место. Сигналы СОС бывают разные. Это и котенок, застрявший на дереве, и пожар масштабный страшный. А нынешней зимой немало звонков от тех, кто попал в снежные заносы на трассах. За месяц операторы службы 112 в Ульяновской области принимают до 100 тысяч звонков. В начале появления колл-центра их было на порядок меньше. При этом специалисты готовы прийти на помощь, даже если звонящий не может точно объяснить, где он находится. Ориентируемся по карте. Если человек не может сказать истерика, то есть в каком он районе находится, по геолокации, и также направляем, узнаем, что случилось. Скорой нужна, полиция или какие-то другие службы. Также в течение минуты направляем службы все, реагируем. Работа диспетчеров весьма непростая. А добавляют сложности и те, кто звонит по единому номеру ради шутки. И таких звонков много, чуть ли не каждый третий. Выявить хулиганов сразу удается далеко не всегда. А это значит, что экстренные службы могут быть направлены по заведомо ложному адресу. А тот, кто действительно оказался в беде, может просто не дождаться помощи. Жаль, что телефонные шутники об этом не задумываются. Трубочку не кладите, сейчас все службы направлены. Игорь Кранцев, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. В регионе дали старт ярмаркам возможностей работы России. Они помогают жителям определиться с профессией, выбрать вакантное место, пройти обучение и, главное, трудоустроиться. Барышевский район стал первым в этом году муниципалитетом, где уже прошла ярмарка возможностей. Найти работу и помочь трудоустроиться – такова миссия агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области. Для этого службы занятости проводят ярмарки возможностей. Работа России. Мероприятие направлено в первую очередь на поиск работы гражданам. Жители знакомятся с открытыми вакансиями, учатся подготавливать резюме и строить свою карьеру. Работать, будем так говорить, с внешним контуром, с внешней аудиторией. Это люди, ищущие работу. Это люди, проживающие, например, в удаленных каких-то территориальных местах. Мы ездим с работодателями, мы их посещаем, мы собираем такие встречи для того, чтобы рассказать о возможностях трудоустройства. Ярмарка возможностей для ведущих организаций региона становится хорошей площадкой для закрытия кадрового голода. К примеру, филиал ПАО «Ил-Авиастар» сегодня нуждается в высоко квалифицированных специалистах. И служба занятости помогает работодателям в поиске кандидатов. Кстати, на предприятии самолетостроения открыто более 50 вакансий. И требуются слесари, токари, фрезеровщики и инженеры. Формирование людей, которые находятся в поисках себя, в поисках работы с достойной оплатой труда, что на сегодняшний день, я могу сказать, есть на нашем предприятии. Потому что заработная плата на сегодняшний день средняя составляет более 80 тысяч рублей. И если вы готовы развиваться вместе с нами в самолетостроении, мы всех приглашаем. Ярмарки трудоустройства дают хорошую возможность гражданам здесь и сейчас найти работу и обеспечить себе надежное будущее. Мероприятие только стартовало и в течение года пройдет во всех муниципалитетах региона. Ближайшая ярмарка уже 15 февраля в Ульяновске, в доме офицеров Ульяновского гарнизона с 14 до 16 часов. Адрес улица Спасская, 17. Дарья Цибина, Вести, Ульяновск. Больше 11 миллионов рублей на здоровье. Именно столько потратили на реконструкцию врачебной амбулатории в Карлинском. О том, чего коснулась программа модернизации Дарья Цибина. Более полугода ожиданий. Перед жителями Карлинского распахнула дверь обновленная врачебная амбулатория. Для двух тысяч человек предучреждение было жизненно важным объектом. Гнилые полы, продуваемые окна, холод и неприятный запах доставляли неудобства пациентам. И неудивительно, с момента постройки здания, а это почти более 50 лет назад, здесь не было ремонта. Зато теперь свежий интерьер здания радует глаз местных жителей. Что у нас раньше была амбулатория, что сейчас. Даже заходишь, даже другое настроение, в сказку попал какую-то. Сказкой теперь стала и работа для медиков. В амбулатории работают фельдшер, две медсестры, два раза в неделю принимают терапевт и педиатр, раз в неделю гинеколог. Как утверждают сотрудники, в обновленных стенах стало намного приятнее работать. Очень хорошо, всегда приятно идти на работу, с настроением, и пациенты рады. Обновленная внешняя эстетика заметно повлияла на качество обслуживания. Губернатор Алексей Русских посетил медучреждение, общался с местными жителями и оценил ход выполненных работ. А как население? Очень рано. Позитивно? Очень позитивно. Уже работы полностью завершены. Капитально отремонтированы все системы жизнеобеспечения. Выполнена общестроительная работа, отделка помещений. И, так скажем, данная организация теперь соответствует тому стандарту, которым необходимо. Вложено уже достаточно много средств, более 11 миллионов. Вот то, что вы сегодня увидели отремонтированное. И планируется еще порядка 9 миллионов в текущем 2024 году вложить на ремонт данной амбулатории. Медицинские учреждения в регионе продолжают приводить в порядок. Только в этом году планируется строительство 9 фельдшерско-акушерских пунктов. Дарья Цибина, Эдуард Истомин, Александр Рассохин. Вести. Ульяновск. Любовь бывает не только друг к другу, но и, например, к кино. В День всех влюбленных кинотеатр «Люмьер» исполнил желание детей из Ново-Ульяновска. Юные аниматоры и художники смогли повертеть в руках огромные катушки и рассмотреть советские кинопленки. На экскурсии побывала и Ксения Грищенко. С таким энтузиазмом музейные экспонаты рассматривают не везде. Слушатели экскурсии не просто школьники. Их хобби, рисунок и анимация. С тем, как устроено кино, эти ребята знакомы. А вот возможность подержать в руках настоящие кинопленки выпадает нечасто. Мы здесь можем посмотреть, какой у нас, допустим, был фильм. И по кадрам мы уже можем рассмотреть, что же происходит. Женщина какая-то. Да, дальше. Когда танцуют. Да, то есть восточные танцы. Интересно рассматривать, потому что, если у нас 24 кадра в секунду, то есть вот это все мелькает очень быстро. И рассмотреть на таком маленьком кадре, какая вот первая пленка была, сложно саму всю историю. А вот когда мы смотрели уже цветную и широкую пленку, да, они там угадали, что там есть танцовщица. И если просмотреть, то можно видеть, как она двигается по кадрам. Среди слушателей экскурсии настоящие, хоть и юные профессионалы. Воспитанник новоульяновской дыши Константин Труболазов в свободное от учебы время создает мультфильмы со своим смыслом. Как, например, вот этот, про Колобка, который все-таки сбежал от лисы и вернулся в родной дом. Придумываю сам сюжет, леплю персонажей, рисую фоны разные для самих мультиков. Вырезаю много персонажей, чтобы они могли передвигаться. Увидеть своими глазами настоящее оборудование и побывать в сердце Люмьера – хранилище огромного количества фильмов и мультфильмов, собранных и систематизированных в историческую коллекцию. Люмьер – один из немногих кинотеатров в России, где сохранились такие вещи. Фильмы сейчас показывают, но не так, как до этого. Вот эти все пленки, там же много кадров. Вот интересно, как их хранят, перевозят. Экскурсию по кинотеатру завершили мастер-классом. Ребята создали подделки ко дню всех влюбленных, чтобы подарить своим близким внимание и радость. Ксения Грищенко, Юрий Давыдов, Вести, Ульяновск. А сразу после информации о погоде эфир продолжит программа «Тема дня». На вопросы Дмитрия Емельянова ответит начальник социального отдела прокуратуры Ульяновской области Руслан Аминов. На этом все. Спасибо, что были с нами. Приятного вам вечера. В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти. Ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью по области от 27 до 32 градусов мороза. В Ульяновске минус 28, минус 30. Завтра днем по области от 14 до 19 градусов со знаком «минус». В Ульяновске минус 16, минус 18.